Привет! Вы слушаете новый эпизод подкаста Russian Verbs. Меня зовут Марина. Я автор и голос этого подкаста. Каждые две недели вы слушаете новые русские глаголы, формы и примеры использования этих глаголов. В данном эпизоде будет два глагола махать и махнуть. Первое главное значение этих глаголов это to wave, to wave a hand. Махать, махнуть рукой. Или можно махать, махнуть чем-то ещё. Но у глагола махнуть есть ещё и другие значения. Например, махнём на море, что значит давай поедем на море, то есть to skip somewhere. Или, например, махнуть на всё рукой, что значит не переживать, не волноваться и вообще не думать об этом. Да махни ты на всё рукой и давай махнём на море. Слушайте новый эпизод с глаголами махать и махнуть и узнаете ещё больше значений. Махать и махнуть. Два глагола с похожим значением, но разной грамматической формой. Махать это глагол несовершенного вида. И это значит, что у него есть формы в настоящем, прошедшем и будущем временах. Прежде чем лететь, они начинают махать крыльями. Глагол махнуть. Глагол совершенного вида, а глаголы несовершенного вида в русском языке употребляются, имеют формы только в прошедшем и будущем времени. Глаголы совершенного вида никогда не употребляются в настоящем времени. Лучше бы было не думать, махнуть рукой и сказать «поживём, увидим». А теперь детальнее посмотрим на формы и примеры глаголов «махать» и «махнуть». Настоящее время глагол «махать». Я машу, ты машешь, он машет, она машет, мы машем, вы машете, они машут. Я машу вслед. Ну что ты машешь? Он машет рукой и зовёт за собой. Она машет нам до последнего. Машем им руками, чтоб подошли. Не подходят. Ну что, что вы на меня машете? После драки кулаками не машут. Прошедшее время и глагол «махать». Он махал, она махала, они махали. Он всегда махал рукой. Она махала рукой, прощаясь. Люди махали руками, что-то кричали. Прошедшее время глагол «махнуть». Он махнул, она махнула, они махнули. Я молча махнул рукой и пошёл прочь. Она махнула рукой, чтобы я подождал. Многие люди просто махнули рукой. Прошедшее время глагол «махать». Я буду махать. Ты будешь махать. Он будет махать. Она будет махать. Мы будем махать. Вы будете махать. Они будут махать. Я не буду махать руками. Чем ты будешь махать на сцене? Почему именно он будет махать флагом? Долго она так будет махать? Не будем махать кулаками после драки. Будете махать руками во все стороны? Они решили, что будут махать зонтами. Будущее время и глагол «махнуть». Я махну. Ты махнёшь. Он махнёт. Она махнёт. Мы махнём. Вы махнёте. Они махнут. Я махну на крайний север. Ты уйдёшь одна и махнёшь рукой. Он махнёт рукой, была не была. Ты думаешь, она махнёт на себя рукой? Может, махнём на море? Может быть, вы махнёте на всё рукой? Станут ли это делать? Не махнут ли рукой? В конце несколько форм императива. Глагол «махать». Ты маши, вы машите. Не маши руками. Не машите руками. Вы мне мешаете. И формой императива глагол «махнуть». Ты махни, вы махните. Махни нам рукой, когда закончишь. Махните рукой, иначе вы сойдёте с ума. Это был новый эпизод подкаста Russian Verbs «Русские глаголы» с Мариной Ивкиной. Если вы хотите посмотреть видео-версию подкаста, то она доступна на платформе Boosty по подписке «Слушаю подкаст». Также у подкаста есть и скрипт, то есть текст нашего эпизода. Если вы хотите получить и скрипт, то тоже подпишитесь на платформе Boosty на подписку «Слушаю подкаст». А следующий эпизод выйдет уже через две недели. Пока-пока. До скорого эпизода. Субтитры подогнал «Симон»!